Всем привет! Всем привет из Киева, столицы Украины! Сегодня, сегодня 10 ноября 2017 года, мы на Львовской площади, вот здесь напротив торгового центра, вот такая здесь площадочка, остановочка, стояночка. Здесь находится художественная, вот такая большая выставка и дом художника. Видите, наверху большие красивые скульптуры советского времен, в общем-то, но очень неплохие, красивые, как-то их не отдолбили, как символ социализма. Да, и сегодня мы пройдем от Львовской площади в направлении Золотых Ворот, и я вам немножко покомментирую в спокойном режиме, будем двигаться и посмотреть. Так, вот, пожалуйста, магазинчик, а тут, да, даже кофейный кофешоп. Такой большой английский автобус стоит, двухэтажный, кофе зарабатывает. Так, так что, шановные гости, можете закрепиться в кофе. Так, вот, ярмарка проводится в этом торговом центре. Тут большое здание на Львовской площади. Тут быстренько переходим через переходик. Вот с правой стороны здесь находится университет. Как-то там он называется, коммерческий университет, насколько я понимаю. Вон написано, экономический, что ли? Киевский национально-экономический университет. А, имени Гетмина. Один из, видимо, из корпусов. Так, идем дальше. Вот здесь магазинчик находится, который зарисован биткоинами, рекламкой. А внутри книжечки продаются, кстати говоря. Да. С левой стороны там здание большое. Начинается вот с левой стороны здание. Большой долгогострой. Ну, долгострой, потому что, наверное, лет 10 строится здание здесь на Львовской площади, подносящиеся к Академии наук Украины. И что-то его движения мало наблюдается. Улучшение строительства. Тут мы выходим на улицу Ярослава Вал. Вот здесь красивая разная реклама различных мероприятий. Вот видим, даже когда-то тут приезжал Ирайкин, как оказывается, в октябре месяце. Так, вот у нас очень популярностью пользуется посмеяться над собой. Пожалуйста, это сборная юмористов. Так, ну и планируется уже скоро Новый год. Итак, идем по улице Ярослава Вал. Смотрим, что здесь рядом. Как тут разрисованы стены. Как раз рядом с институтом. Сейчас мы скажем, что это институт как раз художественный. Как правильно, Ярослава Вал 40. Вот здесь театр. Так, здесь находится театр, университет театра кино и телевидения имени Карпенко-Карова. В котором проводятся часто различные выставки и выступления. И на экспозиции написано как раз на рекламе, когда проводятся такие выставки. Так, идем дальше. Вот тут даже кафешка есть у колокольца этого театра с разной седой. Вот здесь когда-то было посольство, сейчас закрыто куда-то переехало. Хорошенькое здание отдали кому-то другим. Вот тут такие двухэтажные красивые здания. Здесь еще сохранились несколько посольств. Вот, по-моему, впереди посольство Италии. Уже флажки находятся. Дальше там есть посольство Польши и посольство Индии. Ну, вот такие вот двухэтажные здания. Красивенькие. Посольство мы не будем сильно показывать, чтобы не нарушать правила. Так, вот видите, это посольство Италии. С другой стороны, там консульство стоит много народа на разное на получение виз. Кому надо, а кому, может, и не надо. Как Украина без виз, то вообще и не надо ездить в Италию на совсем или частями. Так, Словакия здесь. Словакия, оказывается, не Италия. Словакия, ну, где-то была еще Италия, мне кажется. Сейчас мы посмотрим. Тут написано Словакия посольство. Вот такой красивый флажок. Так, посольство Италии, правильно. Посольство Италии. Проходим в этом доме посольство Италии. Так, ну, тут можно документы оформить. Вот туда, посольство Италии. Заходите, оформляйте документы. Так, тут красивые находятся уже кафешки и ресторажки. Да, некоторые из них вот не блещут. Интерьером бы не работают закрыты. Некоторые работают. Вот, некоторые ресторанчики работают. Вот это вот там часть закрыта, а часть кафе работает в магазинчике. Вот тут ресторан, пожалуйста, с такими красивыми. Здесь, пожалуйста, иностранцы, заходите, кушайте. Здесь он как-то мощно называется Тартин. Ресторан Тартин. Так, дальше идем. Так, тут аптека такая находится. Доброго дня. Вот, где я с туда? В бульвара Победа. Так, идем дальше по прорезной. Ярослав Балл-28. Старые такие дома. Видите, вот здесь. Пожалуйста, Михаил Петрович Старицкий проживал. Выдающийся писатель. Так, вот, красивый магазинчик. Видите? Поль, Паул, Паул. Да, ресторан такой, магазин-ресторан. Тоже не для простых трудящихся. Тоже для иностранцев, потому что здесь рядом находится суперкрасивая гостиница Рэдисон. Рэдисон Украина такая нехилая, не заваляющаяся гостиница. Солидная. Соленяк. Тут всегда много машинок. Видите, красивый вход на Рэдисон. Охраняемый. Здесь, думаю, что номера начинаются, может быть, от 200 и выше до 1000 и до 1000-1000 долларов. Начиная с 200 долларов, наверное, самый маленький апартамент в день. В день, конечно же, 100 долларов. 100, 200, 300 долларов. Рэдисон меньше не бывает. Так, вот, дальше там идет маленький ресторанчик. Милли, Мигли. Итальянский ресторанчик при Рэдисоне. Дальше вот тут находится, видите, еще аптека очень популярная. Вот тут столовая, она под названием Идальня. Азывается шкварочка. Видите, ну, такая столовая, в подвал можно загнать. Видите, тут написаны ступенечки вниз. Тут шкварочка, я иногда показываю. Так, сейчас поближе еще покажу. О, здесь хорошая, красивая рекламка. И Дальня шкварочка. С другой стороны Аромакао находится, кофейная. Вот здесь еще кафешка под названием Хани. Медок. Тоже красивая такая кафешка. Кафешка, кафешка мира. С другой стороны тоже парочка магазинов и кафешек. Вейп хаус. С разными украшениями, по-моему. Дальше еще один там тоже с украшениями. Найлс Мэйд. А, ну, Найлс Мэйд. Магазинчик. Женские, женские украшения. Так. Сейчас, минуту тут у меня. Телефон звонит. Сейчас мы ответим. Алло. 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 Так, что-то. Так, сейчас идем о Сузире. Есть репертуар театра Сузире. Далее тоже жилой дом. С другой стороны. Там высовочный зал такой. Это дом актера. Старинный такой, по-моему, построен еще городецким. Если я не ошибаюсь, именно городецким построен дом актера. Вон в его же стиле дома с кариатидами. А вот кариатиды с другой стороны здесь находятся. Сейчас банк. Ну и такие эти красивые девушки-кариатиды поддерживают парочку. Да, ну это отремонтированный дом. Здесь какой-то банк уже снова поменялся. Снова поменялся банк. Здесь дальше находится посольство Польши. Мы его не будем показывать с другой стороны. Посольство. Находится посольство Индии. Проходим здесь. Около посольства часто объявления красивые бывают. О курсах польского языка, о праздниках. Сейчас, например, праздник. И выставка Большая война поляков 14-18 года в национальном заповеднике Кофсофея Киевская будет 10-14 ноября. Дальше вот здесь, пожалуйста, можно. Еще магазинчик даже с продуктами остался. И кафешка. Видите, домик старый, заросший виноградиком. Видите, какой виноградик еще растет. И старый домик еще сохранился. Вот тут фруктыки даже на улице. Видите, кто-то тут тоже кино снимает. Отлично. Вот посольство Индии. Вот там дальше дом с драконами. Ну, с драконами, потому что там... Очень красивое местечко. Сейчас поближе покажу. Здесь с одной стороны иконы по фону рекламируются. Галерея. А с другой стороны вот этот старинный дом. Который построен в 1896 году. Видите, пожалуйста, здесь иконы. Там страшненький такой балкончик, чтобы он не упал. Потому что дом плохо отреставрирован. Наверное, вряд ли вообще отреставрирован. А вот тут вход. Как раз в этот бодринчик. И наверху демоны такие, как кариатиды, которые держат большую арочку. Тоже красивый. Этот дом. Сейчас поближе еще подонем. Итак, дальше. Идем дальше теперь к золотым воротам. В другой стороне находится кафе. Ресторан Евразия. И суши-бар. Суши-бар, так видите. Магазин Космо. Это разные бытовые принадлежности. И косметика. Сюда пошла улица Лысенко. К оперному театру. Машинки стоят. А вот впереди мы видим желтые деревья, флаги. Место расположено как раз золотые ворота. Золотые ворота. Большой монумент, который построен над заповедником. Золотые ворота. Внутри старенькие золотые ворота, которые были около города Киева. Порядка около тысячи лет назад. В 10 веке. Так вот. Видим здесь памятник Ярославу Мудрому, который держит в руках модель Софии Киевской. Так, туристы тут уже тусуются. Вот. Немножко. Немножко. Сделаем поспокойнее движение. Хватит. А что здесь покажем? Уютное местечко. Внутри находится заповедник. Внутри находятся как раз вот остатки золотых ворот. Ну, туристов, видите, много уже. Подкатилы. Ну, это наши туристы, не иностранцы явно. Вот. Наверху. Красивая экспозиция, посвященная периоду Киевской России. Поэтому такие красивые флажки вывешены. Вот такое. Такие золотые ворота. Сейчас не очень холодно всего лишь, но и не жарко, потому что уже где-то плюс 3, наверное, градуса. Уже золотая осень подходит к концу. Ну, уже золотая холодная осень приближается. С обратной стороны мы видим здесь еще парочка магазинов, которые все время меняются. Ведь один магазин, пиццерия Малина, колоссария, органические продукты, колоссария. И там еще какой-то кафе находится на углу. Вот, даже концтовары находятся, между прочим. Удивительным образом. Сейчас мы попробуем туда зайти, посмотреть, что там находится. Как раз есть повод посмотреть концтовары. Да, и вот сюда, дальше, в Яростову Гару продолжаются улицы. Улицы Прорезная. Которая тоже частично отреставрирована, частично нет. Вот, называется. Здесь был ресторан Лейцех, который уже тоже лет 10, как частично стоит отреставрированный. Фасад вот у него отстроен, а внутри, в общем-то, не видно, что там внутри происходит. Так что на этом заканчиваем наш коротенький репортаж. От Золотых Ворот и до Львовской площади. От Львовской площади до Золотых Ворот и улицы Прорезная. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всегда будем рады вашим вопросам, комментариям и интересным замечаниям. Пока-пока. С вами был Виктор Курсов. Пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Пока-пока.